Открытый телеканал представляет Добрый день, дорогие зрители. С вами вновь передача «Спасение Титаника» в студии Катя Варшавская, ее ведущая и мой замечательный коллега, экономист Игорь Литвинов. Здравствуй, Игорь. Здравствуй. Рады тебя видеть. Я тоже. Ну что ж, я думаю, что сегодняшние новости, которые мы обсудим в нашей передаче, будут актуальны всем жителям нашей страны. Я думаю, что самым насущным и самым необходимым для человека является кровь, то бишь дом, то бишь жилье. Так вот, Национальный банк Израиля, как мы знаем, на прошлой неделе на своем неочередном заседании снизил учетную ставку на четверть процента. Об этом мы говорили в прошлой передаче. На этой неделе был опубликован протокол заседания банка. И в протоколе говорилось, что, в принципе, они планировали снизить, опять-таки, в неочередном порядке ставку на полпроцента. Но снизили только на четверть. Следовательно, рынок ожидает последующего снижения учетной ставки. Почему я вспоминаю об этом? Насколько мы знаем, что стоимость денег напрямую зависит от учетной ставки Национального банка. Поскольку учетная ставка Национального банка снижена и планируется последующее снижение, насколько благостно это повлияет на нашу потребительскую возможность при покупке квартиры? С точки зрения математики просто это должно повлиять экономике. На самом деле ситуация немножко другая, потому что квартиру мы покупаем на долгосрочные ипотечные суды. Нам не дают возможность, допустим, закрепить нынешнюю процентную ставку, которая сегодня действительно является исторически низкой на долгие годы. То есть программы, которые нам предоставляются банками, они не дают возможность нам эту ставку закрепить и поэтому проценту платить. Банки себя всегда будут как-то огораживать, защищать, и поэтому влияние на рынок квартиры будет минимальным. Кроме того, нужно смотреть на решение Банка Израиля в перспективе более широкой. Банк Израиля не является сторонником покупки квартир, потому что он считает, что есть тут ситуация пузыря так называемого. Ну подожди, не является ли он сторонником покупки квартир, когда это первая квартира для молодой семьи? Или не является ли он сторонником бесконечного инвестирования в недвижимость и покупки второй, третьей, четвертой, пятой квартиры, когда действительно люди покупают квартиры для того, чтобы их потом сдавать, следовательно, получается поддержка и рост надувания вот этого пузыря, о котором ты сказал. На самом деле причина снижения ставки не является квартирой. Конечно же, мы знаем, что Банк Израиля ответственен за инфляцию в стране и за поддержку какой-то экспорта. Это основная причина. Из-за того, что доллар очень сильно понизился в последнее время, из-за того, что наши экспортеры несут от этого убытки, именно это было причиной, подоплекой данной ситуации, что случилось. То есть квартиры как таковые, Банк Израиля не заинтересован. Из-за того, что он видит какую-то ситуацию, которая похожа на Америку 2008 года, он не заинтересован, чтобы рынок квартир рос. Потому что есть простое математическое уравнение. В тот момент, когда мы должны снижать процентную ставку, то рынок квартир должен оживиться. Но у нас и так рынок квартир считается очень жарким. Смотри, дополнение того, что ты сказал про воспоминания об Америке 2008 года и кризис ипотечного кредитования, из которого, как считается, начался финансовый кризис и экономическая стагнация. По данным Банка Израиля, 5% взявших суд на приобретение квартиры семей не способны ее выплачивать. Это, кстати, один из самых высоких показателей в Европе. То есть 42 тысячи израильских семей, купив квартиру, счастье при этом не приобрели. То есть выплатить ее у них не получается. И люди остаются без крова. Ну мы знаем. Во-первых, если в данной ситуации, в данной перспективе, когда процентная ставка довольно-таки низкая уже несколько лет, есть 5% израильского населения, которое находится за такой чертой, это очень опасный признак, потому что мы знаем, что процентные ставки, они иногда растут. Это уже было несколько раз. Что случится в тот момент, когда процентная ставка пойдет вверх? Мы уже говорили, что большинство ипотечных суд идет по варианту такому, что каждое увеличение процентной ставки Банка Израиля увеличивает ипотечные суды. То есть нам банки не разрешают брать какие-то закрепленные проценты, поймать нынешнюю экономическую ситуацию, разрешить себе на долгие, проектировать на долгие годы какую-то... Я тебя немножко поправлю, ты не совсем точно. Есть несколько вариантов выплат процентов, в частности и постоянный процент, то есть такая возможность присутствует. Единственное, что постоянный процент, как правило, выше, чем существующая учетная ставка, значительно, скажем так, примерно на треть. Но, тем не менее, возможно, такая существует. Может быть, это зависит от конкретной ситуации, но вариант такой имеется. Ну, другое вот... По другим углам хочу рассмотреть эту ситуацию. С одной стороны, мы говорим о том, что вот есть риск возникновения пузыря, и даже некоторые уже говорят, что пузырь таки, да, существует. С другой стороны, и семьи, которые не справляются с выплатой. Но, тем не менее, постоянно поддерживается ажиотаж, постоянно поддерживается в обществе мысль о том, что необходимо таки покупать квартиру. Да, то есть вот неважно, можно не ездить за границу, можно там отказаться от каких-то других благ, но квартиру купить нужно. Мы знаем, что, к примеру, Банк Израиля постоянно требует от правительства снизить цены на жилье. Правительство постоянно требует от релевантных министерств освободить земли для новых застроек, построить там 150 тысяч жилья для молодых пар, так далее. Мы знаем, что постоянно существует 150 тысяч единиц жилья, прошу прощения, для молодых пар. То есть постоянно существует какое-то движение, какой-то такой ажиотаж вокруг квартирной темы. Вот на последнем заседании, на съезде объединения израильских строителей, заместитель управляющего Банка Израиля Карнит Флог, доктор Карнит Флог, кстати, опять заявил о том, что необходимо увеличить земельные площади, отводимые для строительства живых домой. То есть, с одной стороны, в прессе ругают бюрократию, которая якобы всячески препятствует такому свободному, свободной застройке Израиля. С другой стороны, это ажиотаж. И вопрос в том, действительно ли покупка квартиры после всех тех препятствий, которые удается семье преодолеть, чтобы такида ее купить, то есть найти какие-то деньги для начального капитала, как-то сделать внутренний расчет, правильно внутренний бюджет семьи распределить так, чтобы покупка квартиры стала возможной. Действительно ли это приносит им счастье? Ну, во-первых, счастье это не приносит, мы уже знаем, есть исследования, которые говорят о том, что материальное какое-то благосостояние, оно не приносит счастья. С квартирами ситуация, она абсурдная вообще, на самом деле. Если с 90-х годов мы смотрим в долгосрочную перспективу, а не заостряемся на процентной ставке сегодня, либо вчера, то с 90-х годов до сегодняшнего дня количество лет для работающего гражданина Израиля, что для того, чтобы купить квартиру, растет. То есть, если раньше мы могли купить квартиру за 9-10 лет, сегодня мы говорим о 15 лет работы для того, чтобы купить квартиру. Поэтому есть вот эти вот как раз исследования, которые говорят, что семьи, выплачивающие ипотечные суды, они из-за того, что они это делают, они отказываются от многих благ и прожигают хорошие годы жизни, потому что мы знаем, что израильская структура такова, что люди не начинают в 20 лет покупать квартиры, они покупают их в гораздо более позднем возрасте. То есть, получается так, что все хорошие годы жизни, молодые годы жизни мы тратим на то, чтобы обеспечить какую-то безопасность. И, кстати говоря, тут есть какая-то стигма, которая неправильна на самом деле. Существует какое-то мнение, что жилье будет постоянно расти. Это не так. Экономически покупать квартиру, и можно это доказать, выгодно в двух вариантах. Один, когда беспрерывно есть рост цен, что не было. У нас есть пример АЖДО до 2000 года, что буквально год назад цены перешли тот барьер, который был поставлен тогда. И два, что процентная ставка будет снижена постоянно. Да, существует постоянная процентная ставка ипотечных суд, но она гораздо, гораздо выше. И ее влияние, снижение Банка Израиля, процентного отношения на какую-то величину, она практически не влияет на это. Это экономически, а насчет психологии, психология очень простая. Люди, люди просто вводят себя в какие-то, я не знаю, в какие-то рамки, в которые они стоят, им очень тяжело отказываться от выездов за границу, отказываться от ресторанов, отказываться провести хорошо время, допустим, на курорте. То есть все это происходит таким образом, что квартира у нас есть, но мы уже выглядим довольно-таки плохо, потому что мы проработали в шахтах для того, чтобы обеспечить какую-то... Ты понимаешь, с одной стороны, ты правил, я тебе согласен. С другой стороны, мы знаем, что Израиль на немногих стран, где аренда жилья дороже, чем выплаты по ипотеке. Вот если мы возьмем все эти выплаты, да, в течение... Точнее, не если мы сложим все выплаты за 30 лет или там за 20 лет, на которые мы берем ипотечную ссуду с процентами, тогда да, конечно же, получится, что где-то в 2,5 раза. То есть мы можем купить 2,5 квартиры за всю ту общую сумму, которую мы выплачиваем. Но если мы возьмем помесячную выплату по ипотеке и помесячную выплату за аренду жилья, аренда жилья гораздо выше. Есть варианты. Процентом на 25. Есть варианты, на самом деле. Это спорный факт, потому что не может быть разрыва, по большому счету, в стагнационном таком рынке, не может быть разрыва между покупкой и съемом квартиры. В том момент, когда это и это постоянно, то получается, что эти две величины не должны быть однозначны, потому что экономическая модель говорит о том, что есть связь двухсторонняя. Но дело в том, что есть долгосрочные проекты по долгосрочным съемкам, как в Америке. Допустим, тут существует ажиотаж определенного рода, который в Америке, допустим, и в других некоторых странах не существует. У нас нет простого жилья. Жилья для всех. У нас такого термина не существует. Мы себя закрыли в какие-то рамки, в какие-то стигмы, что мы обязаны купить квартиру. Вот мы по этим рамкам идем. Экономически это не выгодно. Экономику мы оставим в стороне. В конце концов, для чего все это мы делаем? А не для того, чтобы быть счастливыми людьми от нашего благосостояния. Чтобы чувствовать безопасность, как ты сказал. Ну а если нам это не привозит? Если мы как лошади бегаем 15 лет для того, чтобы купить бедную квартиру, это в лучшем случае, да. То ради чего мы это делаем? Ради чего, Игорь? Вот это вопрос, который очень интересен. Тут есть какая-то... Это опять же говорит о том, что человек, он существо, которое... Иррационально. Иррационально. Он просто иррационален. Поэтому то, что общество сейчас думает, что так надо делать, все туда бегут. То есть ты хочешь сказать, что нам кто-то когда-то сказал... Не ты, хорошо. Значит, у меня в последствии нашей с тобой дискуссии возникла мысль, что кто-то когда-то решил, что будет выгодно постоянно поддерживать ажиотаж на покупку квартир. Да, потому что это приносит прибыль компаниям или владельцам компаний, которые застраивают квартиры, да. Потому что это приносит прибыль банкам, которые дают эти соды. То есть потому что это очень выгодно создать такой спрос на покупку квартиры. И постоянно его поддерживать, чтобы иметь от этого доход. Я права? Ну, это с одной стороны, да. Если мы вывернем нашу вышивку на обратную сторону, это вот то, что мы увидим, вот эти вот интересы, сплетение интересов. И опять-таки с лицевой стороны нас, обычных граждан, бегущих и старающихся всячески приобрести квартиру. Да, однозначно. То есть тогда это было создано, но сегодня мы уже не помним, как это было создано. Для нас это сегодня является аксиомой. Мы обязаны купить квартиру любой ценой. Подтверждение того, о чем мы сейчас говорили, экономическое издание «Калькалист», известное в Израиле, интернет-портал, опубликовал на этой неделе исследование, статью, в которой проводилось исследование, результатом которого действительно был вывод, что приобретение квартиры не гарантирует приобретение счастья. Поэтому, наверное, нам стоит задуматься о том, что стоит ли нам так активно стараться купить квартиру, или стоит ли нам расстраиваться по поводу того, что мы собственного жилья не имеем. Да. Ну хорошо, мы сейчас сделаем небольшую паузу, дорогие зрители, а во второй части передачи обсудим растущий разрыв между богатым и бедным, богатым и бедным в Израиле, между малоимущими и неимущими слоями населения, и попытаемся найти ответ на вопрос, как этот разрыв сократить. Углубимся в эту тему. Паузой мы продолжаем. Ну что ж, тема разрыва между богатыми и бедными обсуждалась неоднократно в нашей передаче, во многих других передачах, на телеканалах, в прессе и так далее. Эта пропасть постоянно растет, да, то есть и дискуссии вокруг этого вопроса не затихают. Согласно опубликованному на днях отчету управления доходами, 58 работающих в Израиле получают меньше 7 тысяч шекелей, это в месяц. В 2012 году больше половины работающих, 52,3% не платят налоги, потому что их доходы находятся ниже того уровня, с которого начинается начисление налога. То есть больше, чем половина населения Израиля не в состоянии платить налоги, потому что их заработок ниже уровня налогообложения. Что получается? Параллельно с этим верхний эшелон израильского общества зарабатывает в месяц больше полумиллиона шекелей. При этом большинство из них вообще не ходят на работу. А налоги выплачиваемые из капитала, как мы знаем, значительно меньше, чем налоги, начисляемые на зарплаты. По-моему, налог с капитала 25%, а максимальный налог на заработную плату у нас, по-моему, превышает 50%. Если мы возьмем прямые налоги и косвенные, да? Ну что, что ты скажешь по этому поводу? Ну, на самом деле, действительно, расслабление общества достигло невероятных размеров. Это удручает и это вызывает гнев в обществе, потому что понимание есть, что что-то неправильное тут происходит. Потому что все плоды, все дивиденды от экономического роста, от которого нам постоянно говорили и давали там Израилю хорошие оценки и медали, какой хороший Израиль, так сумел, они осели в карманах 1% населения. Сейчас, когда мы в более такой, в тяжелой ситуации, приходят брать налоги у кого, у среднего класса населения, опять же, 52% не платят, вверху 1% тоже не платят, кто платит, все эти, которые в середине находятся. И ситуация, на самом деле, критическая, потому что мы видим демонстрации, мы видим гнев, мы видим буквально несколько дней назад то, что произошло в банке, в любом случае состояние аффекта человек пришел. Мы не можем сказать, что это только экономический принцип, но это был триггером для того, чтобы совершить то, что он совершил, и Израиль к этому не готов абсолютно. Ты говоришь об инциденте, который произошел в отделении банка Пуалима в Гошеве на прошлой неделе? Да, да. То есть происходит какой-то нонсенс на самом деле. Этот нонсенс имеет очень опасное направление, мы это явно видим. Я думаю, что нам нужно просто понять ситуацию вообще и понять, что жить дальше в данном расстоянии мы не можем, нам нельзя. Это для Израиля просто губительно. Ну смотри, мы видим, что в обществе существует постоянное стремление к богатству, да? Мы уважаем богатых, мы хотим иметь такой стиль жизни и такое качество жизни, которое имеют они. Мы все хотим хороший автомобиль, хороший отдых и так далее, да? То есть я не буду даже объяснять, я думаю, что это близко каждому человеку в глубине души. То есть в принципе тогда не странно, что такое обожание, да, и такая гонка за богатством и опять-таки постоянно поддерживаемый ажиотаж в обществе делает богатых людей властелинами этого мира. То есть становиться богатыми, это что-то, что действительно очень выгодно каждому человеку, приложить максимум усилий для того, чтобы достичь каких-то успехов именно в вопросе богатства. Ну это было очень выгодно на самом деле, да, действительно. Мы должны просмотреть две причины, почему действительно человек хочет быть богатым. Почему? Одна причина это действительно уважение общества, и вторая это экономическая безопасность. И комфорт, да, просто-просто комфорт. Люди говорят так, что жизнь у меня одна, будет ли вторая, я не знаю. Если будет какая, я тоже не знаю. Я хочу ее прожить максимально красиво, максимально комфортно. В принципе, что в этом плохого? В этом ничего плохого нет. Дело в том, что в сложившейся ситуации, мы об этом говорили, в тот момент, когда существует кризис, в тот момент, когда идет расслоение общества, низкие слои населения не было не готово больше жить по законам высоких. Вот и все. И поэтому происходит то, что происходит. И ту экономическую безопасность, которую люди пытаются привести, экономическую безопасность, я говорю про 1% населения, она из безопасности экономической превращается, медленно, но верно, в виртуальную безопасность. Ее как таковой не существует. Объясни, почему. А потому что люди, которые воспитаны жить в законах потребления, в законах капитализма, которые видят, что они не способны доставить себе то, что они желали в школе, их так воспитали, они должны быть первыми, и они не первые, они не вторые, они не десятые, они те, кто платят налоги, а дивиденды стригут другие. Они не готовы с этим мириться. Это очень тяжелая ситуация для того, потому что это крах, кризис определенного базиса, на который человек воспитывается. Поэтому мы возвращаемся к олигархам, мы возвращаемся к магнатам. Для них экономической безопасности в таком расслоении, в таком раскладе, как это сегодня, быть не может. Поэтому мы должны эту проблему медленно, но верно начинать решать, потому что действительно мы заходим в тупик тут дальше и дальше. Они платят налоги, 1% населения получает дивиденды от роста экономического. Это невероятно. Это не только в Израиле, кстати говоря, это во всем мире происходит. Я согласна, но я хочу еще отнестись вот к тем 50% населения, которые даже не платят налоги, потому что у них нет такой возможности. Что с ними? Как ты считаешь, вот люди, которые добились успеха, добились экономической стабильности, экономического процветания, должны ли они взять ответственность, или должны ли они каким-то образом повлиять, поспособствовать на то, чтобы качество жизни, уровень жизни и вообще экономическая безопасность вот того слабого слоя населения, который достаточно велик, как-то изменилась к лучшему? Ну, конечно же. Конечно же. Я думаю, что это не только из-за того, что у них душа хорошая, либо у них сердце такое хорошее, у них просто нет другого выхода. Если они хотят обеспечить своим детям экономическую безопасность, а не виртуальную безопасность, они обязаны, они обязаны заниматься противоположными делами, чем они занимаются сегодня. Я говорю о тех же самых стрижках в облигациях тех же магнатов, которые, опять же, кто выплачивает? Выплачиваем же мы, среднеслое населения. Больше и большее количество народу выходит за грань, что платят налоги вообще. Мы знаем, что есть отчеты о тех, что работающие люди находятся за гранью черты бедности. То есть положение, на самом деле, оно очень плохое. Поэтому системный подход, мы должны начать системный подход и решать эту проблему. Как мы ее должны решать? На самом деле, государство Израиля, Минфин Израиля является самым большим олигархом Израиля. Как мы уже говорили. Я дал пример. Стрижка. Когда магнат заходит в какие-то долги, он идет в облигации и начинает урезать. Я не возвращаю 100% облигаций, я возвращаю 80%. Почему нас это интересует? Мы как бы 52%, которые не платим налоги. Но дело в том, что даже у 52% этих есть пенсионные программы. И деньги наши вложены в эти самые облигации. Даже не чувствуя этого, даже, может быть, этого не зная, мы платим именно этим магнатам. Мы платим за то, что они делают какие-то финансовые махинации и у них удача не идет к ним. То есть это все за наш счет? Это за наш счет, с одной стороны. С другой стороны, когда они делают выигрыши, мы от этого ничего не видим. То есть платить мы платим, выигрыши не видим. Что происходит с государством Израиля? Есть экономический рост, оседает все в 1% населения. Есть экономическая какая-то неурядица, как сейчас, спарт, кто платит, средний класс. Это раз. И положение бедных слоев населения никак не меняется. То есть никак было не очень хорошо, так и остается. Да, на самом деле, то есть хуже, еще хуже становится, на самом деле. То есть они видят разницу, которая растет. На самом деле решение не должно быть силовым. Мы должны это понимать однозначно. То есть эти люди, которые мы называем магнатами, они действительно, мы так завязаны с ними вместе, в тех же самых пенсионных программах, что мы не способны разделить их. Мы не можем делать никакие силовые решения, мы не можем у них отобрать ничего. Они талантливые люди. Мы просто должны сесть за круглый стол, понять экономическую ситуацию, объяснить друг другу, что мы без них не можем. Они без нас тоже, потому что они не могут жить в безопасности, в экономической, без того, что средний класс будет удовлетворен. И низкие слои населения. Мы не можем их отключить из-за того, что они держат и занимаются... Владеют большинством компаний, в которых мы трудоустроены и так далее. И облигацией нашими пенсионными тоже самое. Это с одной стороны. И с другой стороны, кардинальное решение, на самом деле, это изменение вот именно того, что мы говорили. Первый пункт, почему люди хотят быть богатыми, это уважение. Вот уважение — это качественное решение, которое мы должны принять, перенести уважение от материальных благ к уважению к другим вещам. Мы об этом уже говорили множество раз. То есть ты говоришь о том, что мы должны разработать какой-то механизм в обществе, который будет способствовать проявлению уважения к человеку за его поступки на благо общества, а не на благо самого себя. То есть этот механизм был когда-то закручен в определенный момент. Когда вот эти два пункта уважения и экономической безопасности шли вместе, тогда это можно было понять. Ну как же человек может обеспечить безопасность своей семьи, своего клана, своего племени, своего государства даже. Принести самого большого мамонта, да? Да, принести самого большого мамонта, допустим. Но сегодня в данной ситуации из-за того, что мы друг друга связаны таким образом, это невозможно. Поэтому медленно, но верно нам нужно менять вот эту доктрину, переменять это от уважения к деньгам к уважению к другим вещам, к солидарности. И с одной стороны, с другой стороны, понять, что силовые, никакое силовое решение в ход не пойдет. Мы должны вместе сесть за круглый стол и решить, как мы решаем ситуацию. Дать этим людям безопасность, этим людям возможность существовать в пределах нормы. Подожди, вот под занавес я хочу, чтобы мы более конкретно объяснили, какие именно первые шаги нужно делать для того, чтобы поменялась парадигма. Парадигма отношения богатства и других слоев населения. Вообще механизмы выражения уважения общества людям. То есть что нужно сделать? Ну, опять же, как я говорю, мы должны сначала сесть и согласиться, что у нас существует определенная система, которая дальше существовать не может. То есть ты предлагаешь начать активную дискуссию в обществе? Активную дискуссию в обществе именно с базиса того, понимания того, что мы связаны и уничтожать, я не знаю, как-то уменьшать другие слои населения. Ну истреблять, я имею в виду с точки зрения, не обращать внимания на другие слои населения мы не можем уже. Потому что они зависят от нас, мы зависим от них, и мы вместе в одной лодке куда-то едем, в Титанике на данном этапе. Вот. Это с одной стороны. То есть мы меняем, мы делаем экономическую модель, которая более смотрит на другие слои населения, которое поручительство определенного образа. Мы понимаем, что мы вместе, даже эгоистическое поручительство, неважно какое, с одной стороны. С другой стороны, это уже долгосрочная перспектива такая. Мы обучаем наших детей, мы обучаем, мы меняем систему полностью таким образом, что тот, кто приносит мамонта и отдает его не себе, не своей семье, а всему народу, он получает от этого гораздо больше уважения. И больше удовольствия. Да. От того уважения. От удовольствия мы знаем, мы знаем, что удовольствие, оно одно и то же, оно не испытывается, оно не исчисляется количеством денег в банке. Согласна. Ну что ж, замечательно. Спасибо тебе большое, Игорь, за такое подробное объяснение. Мы будем продолжать обсуждать эти темы в следующих наших передачах. Дорогие зрители, вам хорошей недели. С вами была Катя Варшавская, Игорь Литвинов, передача «Спасение Титаника». Оставайтесь с нами. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok